Добрый вечер. Сегодня вторник. Это программа «Политика», а значит выпуск у нас на русском языке. В первой части программы мы говорим с экс-премьер-министром Республики Молдова, председателем партии развития и мнения Молдовы господином Иоанном Кику. Добрый вечер, добро пожаловать. Добрый вечер, спасибо за приглашение. После девяти вечера мы должны были говорить с председателем ЦИК Дарином Чмелем, но, к сожалению, в самый последний момент он объявил нам, что не может участвовать в программе. Надеемся, что никто никакого давления, никакого прессинга на него не оказывал. И в ближайшие недели до выборов он придет к нам в эфир, поэтому мы обсуждаем ход избирательной кампании с политическими аналитиками. Ну а сейчас мы говорим с господином Кику. Господин Кику, это ваша первая избирательная кампания, и официально, и неофициально. Вы до этого никогда не участвовали, не занимались при выборной агитацией. Так получается, в последней партии, где я участвовал, это был Комсомол, я закончил школу в 89-м году. Соответственно, это была последняя политическая партия, в которой я участвовал. Я и большинство моих коллег, кстати. А, кстати, раз вы закончили эту школу, скучаете периодически по тому, что осталось у нас от советского прошлого? Каждый нормальный человек скучает по юности, по самым красивым годам жизни. В том числе и по хорошему, что было в советском строе. Там тоже было что-то хорошее, кстати. А что было хорошее? Ну, многое, начиная от порядка, заканчивая тем, что большинство работало, большинство знало, что такое порядок, что такое государство, уважало себя, уважало других, в том числе и свое государство. К сожалению, мы это за годы независимости и демократии потеряли. А это очень многое объясняет в эволюции нашей жизни, кстати. Вы согласны с Владимиром Путиным, что развал Советского Союза – это одна из крупнейших геополитических катастроф? Мы оставим это на размышлениях историкам. Империи ведь и разные государственные образования не имеют тенденцию формироваться, деформироваться, разлагаться и так далее. Это уже пройденный этап. Нам нужно из всего этого извлекать уроки, учиться хотя бы на своих ошибках. Но мы пока продолжаем даже на своих не учиться. Итак, это ваша первая избирательная кампания, поэтому уже можно вас спросить. На ваш взгляд, как легче приходить во власть? Как технократ, будучи назначен на ту или иную должность? Или вот так, борясь за голоса избирателей? Я отвечу на ваш вопрос, но все-таки раз мы упомянули про Советский Союз и вообще про историю. Сегодня 22 июня. 80 лет, с начала самого кровавого этапа Второй мировой войны, нападения фашистской Германии на бывший Советский Союз. Вы помните, что именно с этим этапом началась самая кровавая эпоха этой войны, закончившаяся... Что называют, Великой Отечественной. Да, Великой Отечественной, которая закончилась 9 мая. Ну, вообще Вторая мировая, 2 сентября, если мне память не изменяет. Очень много миллионов людей пали жертвами, и мы должны помнить про это. Потому что если мы забываем эту историю, очень большой риск, что повторим такие ошибки. Теперь вернемся к вашему вопросу, что легче... А, кстати, вот по поводу нужно помнить. Вам не кажется, что у нас политики делятся на два лагеря? Одни вдруг, приходя к власти, начинают вспоминать про те или иные исторические даты. А до того, как они к власти пришли, им совершенно... Ну, я не хочу говорить, что по барабану, но как-то они не замечены в том, чтобы ходили к бюстам имениннику, возлагать цветы к мемориалу, ну и так далее и тому подобное. И только когда они у власти, либо когда они борются за власть, они вдруг говорят о значимости исторических дат. Чтить память или начинать чтить память и проявлять уважение к историческим личностям никогда не поздно. Это факт. Если кто-то начинает позднее, это еще не означает, что это плохо. Но на самом деле мы же видим, что в зависимости от того, какое течение в моде, меняется и предпочтение политиков, их привычки будет там говорить. И, к сожалению, многие за последние 30 лет строили свою политиков, в том числе спекулируя на исторических фактах, преподнося историю так, как им нравится. Я считаю, что историю должны писать историки, а нынешние поколения, в том числе политики, стараться извлекать уроки из этого. Но тогда, чтобы понять вашу ориентацию политическую, можете нам коротко ответить? Для вас 9 мая это день победы или день Европы? Либо и одно, и другое, не исключающее друг друга. Все те, которые мало или хотя бы чуть-чуть знают про историю, помнят, что такая Вторая мировая война, как начиналась, кто воевал, кто победил и так далее. Понятно, что 9 мая... Я сейчас не про урок историю вас спрашиваю, я вас спрашиваю, ваше политическое кредо. Вот 9 мая это день победы или это день Европы для вас, как для экс-премьера Республики Молдова, для политика, как для гражданина Республики Молдова? Что для вас 9 мая? Наталья, если я помню хорошо, 8 мая вечером капитуляцию подписывали от Германии перед союзниками, и перед Жуковым, и перед представителями еще трех армий, если помните. Значит, можно считать этот праздник праздником мира, победы света над тьмой, если так смотреть по-человечески. Понятно, что можно и статистически, например, считать, что какая страна понесла самые большие человеческие потери. Да, понятно, что это день победы, это Советский Союз. Но каждая жизнь, каждая жизнь важна и ценна. Но вы же понимаете, о чем я спрашиваю. Нам нужно именно уроки извлекать из этого. Вы же понимаете, о чем я спрашиваю. Правильно отмечать и день победы, и день Европы. И главное, чтобы этот день, памятный день, объединял людей, а не разъединял. Вы же видите, и даже в вашем вопросе есть такая, знаете, тонкая, как бы, ну, вы отмечаете это или это? Мы должны помнить этот праздник. К спинтику, вы совершенно свободно ответите, что можно отмечать и одно и другое. Одно и другое может быть не взаимоисключающим. Это праздник всех здравомыслящих людей, которые понимают, насколько страшна война. Я так считаю. Не до конца поняла ответ на этот вопрос. Мне кажется, вы как-то увильнули этот ответ. Я думаю, что это... Так это и одно, и другое? Это день победы, день победы, света над тьмой. Я думаю, это самое лучшее. Возвращаясь к вопросу, как легче во власть приходить, будучи технократом, назначенным на ту или иную должность, после того, как кто-то добивается власти, получает голоса большинства в парламенте, или же так, как вы это делаете сейчас, борясь за голоса избирателей? Ну, я думаю, что легче всего мне было бы попасть в список той партии, которая меня приглашала войти в первую тройку, и попасть, и не заморачиваться. А потом после этого взять своих коллег и сказать, извините, наши пути расходятся, как, кстати, я думаю, что случится сразу же на первом заседании после выборов с одним из блоков. Давайте по порядку. У вас партия социалистов приглашала в первую тройку? Я уже говорил, что у меня было предложение, у меня и у моих коллег, чтобы войти в список. Ну, конкретно на первое или второе место мне не говорили, но я думаю, что это было что-то такое. Значит, это самое легкое. То есть, вам предлагали занять место Владимира Николаевича Воронина, который сейчас в первом списке, а в втором Игорь Додонов? Это рассуждение уже журналистов. Я уже слышал в Кишиневе, что кто-то мне предлагал коммунистическую партию, потом демократическую, и вообще все партии, которые находятся в свободном падении. Ну, вы сами говорите, что вам партия социалистов предлагала место в первой тройке. Я вас спрашиваю, первое, второе, третье? После знаменитого эфира у вас в марте, когда я говорил, что у нас есть такие соображения, я вам сказал, что завтра в 15 часов встречаюсь с председателем партии Игорем Додоном. Я туда поехал, ваша съемочная группа меня встретила, вы такой дали за голову, мы его поймали в офисе Додона. Помните это было? Ну, хоть кто-то вас словит, господин Кико, хоть кто-то вас словит. Тогда у меня был последний, кстати, разговор с Кикарином Додоном, тогда я ему сообщил про то, что вот у нас есть такие соображения с коллегами, у него было предложение вот сделать, войти в команду и так далее. Но у меня чуть-чуть другие принципы. Почему вы отказались? Вот какие ваши принципы не позволили вам пойти в первой тройке партии социалистов? Ну, это объясняет прежде всего доктрину партии. Мы являемся партией правоцентристской, мы выступаем за европейскую интеграцию, или за интеграцию страны в европейское пространство, будем так говорить. Я так понимаю, у господина Додона, у его коллег чуть-чуть другое видение. Но есть еще несколько таких отличий фундаментальных, я бы сказал. Так что, как легче дорваться до власти? Ну, давайте так скажу, я не особо и стремлюсь. Не буду дорваться, прийти во власть. Да, прийти во власть. Ну, меня, например, выдвинули на должность премьер-министра, когда у одной партии было 36, по-моему, мандатов, и у демократов, соответственно, там еще было, всего набралось 62, по-моему, голоса. Меня выдвинул президент, как бы компромиссная фигура между демократической и социалистической партией, соответственно, я стал премьер-министром. Я вернулся в страну вообще в 2018 году, я до этого 7 лет был, можно сказать, условно господинатором, я тоже работал за рубежом. Так что, я не из этих коридоров власти. 27 лет, что я имею трудовой стаж, я всего 7 лет был в публичном секторе. Три года сейчас, с 18 по 20, с 5 по 9, если я помню хорошо. То есть, не могу сказать, что это самая благоприятная для меня мечта, или голубая мечта, извините за такое выражение, чтобы именно быть в этих коридорах. И цель вообще нашей партии и наших коллег, не удобные кресла в парламенте, а именно трибуна парламента. Чтобы можно было довести до людей то, как обстоят дела в стране. То есть, поменьше пафоса. А вы считаете, что для этого необходима именно парламентская трибуна? Необходима именно эта трибуна, потому что из того, что мы замечаем, эта трибуна превратилась в своеобразную сцену ораторского искусства. Там даже Цицерон, я думаю, потерял бы конкурс в сравнении с некоторыми нашими представителями политики. А, к сожалению, содержание мало в том, что говорят. Мы стараемся, или политики молдавские стараются как-то очень искусственно обойти проблемы насущные, проблемы острые общества. Ну и выходить с какими-то лозунгами, такими звучными. Например, борьба с коррупцией. Вот мы боремся с коррупцией постоянно. Мы постоянно боремся, причем все меряются, мне кажется, в том, кто будет бороться ярче, сильнее, громче. Об этом поговорим чуть позже. Вы сказали о принципах, которые вам не позволили вступить в первую, согласиться на то, чтобы вступить в первую тройку партии социалистов, когда вам было это предложено. Вы в 2018 году вернулись в Молдову и пошли в правительство господина Филиппа. Какие принципы ваши вам позволили согласиться на это предложение? Потому что вы прекрасно понимали, в какую Молдову возвращаетесь. Тогда уже полным ходом во всех, в общественном пространстве бытовало мнение, и это было мнение не только молдавской оппозиции, но и мнение Табьера Ягланда, главы Совета Европы, о том, что Молдова захвачена государством. Вы все прекрасно понимали. Какие ваши принципы позволили вам согласиться на то, чтобы войти в правительство господина Филиппа? Примерно такое же про Молдову говорили в 2013-2014 годах. Помните, посол Германии, когда украли миллиард? Кстати, я считаю, что он был прав. Я считаю, что он был прав. Если было бы в Германии, вы все вышли. Я помню тогда представители Всемирного банка, которые очень хорошо чувствовали себя в том правительстве. Помните? Значит, ну, давайте ко мне. Это вы кого имеете в виду? Давайте я к себе. Это вы кого имеете в виду? Это к госпожу Сандуемесе? Вы знаете, кого я имею в виду, да. Господин Кико, секундочку. Вы идете в парламент. Борца неистовала с коррупцией. Вы боретесь за власть и при этом не называете вещи своими именами. Зачем намекать? Если намекаете, то говорите уже прямо. Люди нас хорошо понимают. Значит, почему я вернулся в Министерство финансов в январе 2018 года в должности генерального секретаря? Если помните, в 2018 году была подготовлена реформа налоговая, мало так называемая, по части снижения налоговой нагрузки на зарплату. Помните, вот подоходный налог с 2018 до 2012, снижение квоты социальных отчислений работодателям с 23 до 2018, принятие закона номер 270 о заработной плате в бюджетной системе. Так вот, это как бы наша работа. Ну, могу сказать, даже моя работа. Значит, я с этой целью пришел, потому что надо понимать, коррупция в Республике Молдова является следствием чего-то. Это не просто такой феномен, который кто-то нарисовал. В том числе коррупция кроется в высоких налогах, высокой нагрузке административной. Давайте мы будем бороться с коррупцией, снижая, вот, например, налоги. Мне кажется, нам это удалось. И при том, как бы парадоксально ни звучало, снижая ставки налогов, вдруг выросли доходы в бюджет. Вы помните ту песню, которая заедала пластинка, что будет бюджетная дыра? Вы даже помните, кто ее... Помню, помню. Да, 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 даже, наверное, продвигал и в Фейсбуке, и у вас на канале, и у других. Бюджетная дыра, потому что снизили налоги, потому что и так далее. Платформа для всех, поэтому кто что говорит, они приходят нам и говорят об этом. Вот представьте... Теперь вы сейчас им даете реплику. Представьте себе, что снижая налоги, получилось иметь больше доходов в бюджет. Это понятно. Вообще, мировая практика показывает, там, где платят меньше налогов, там бизнес развивается сильнее. Вот в том числе и из-за этого я вернулся, и мне кажется, удалось это сделать. Я хочу понять ваш психотип. Получается, вы привержен с того, что для того, чтобы делать добро, можно в том числе и сотрудничать со злом. Грубо говоря, я огрубляю сейчас, говорю это. Смотрите, я вам приведу пример. К примеру, Егор Гайдар, автор известных реформ начала 90-х в России. Его ведь многие обвиняли потом в коллаборационизме. Его бывшие соратники, как же так, ты продал душу дьяволу, пошел работать на Путина. Он всегда об этом говорил. Он создал институт реформ Егора Гайдара. Он всегда говорил, что если есть возможность хотя бы чуть-чуть повлиять позитивно на то, что происходит в стране, сотрудничая в том числе с самым плохим правительством, я буду это делать. Его бывшие соратники, его всегда обвиняли в этом, говорили, что так невозможно, нужно бороться за разрушение системы и потом с ноля все строить. Я хочу понять ваш подход к этому. Я думаю, что подход технократа по части того, что я сказал, и в налоговой политике, и вообще в финансовых инструментах, я думаю, оправдан. Потому что вы же не будете говорить, например, учителям или докторам, почему вы за время правления Филата, Плохотнюка, Воронина или Санду, если вы не разделяли их принципы, вы работали. Вы же это не будете говорить. Значит, соответственно, люди, которые не занимаются политикой, но я политикой не занимался в Министерстве финансов, вы, например, не увидите, где в том знаменитом синем или голубом автобусе, сейчас я вижу, он уже желтым стал, не увидите меня никогда, чтобы я участвовал, вы не увидите ни одного государственного секретаря, чтобы в феврале 2019 участвовал ни одного, потому что было ясно, мы не занимаемся политикой. И, кстати, вы не увидите ни меня, ни моих коллег прошлой осенью в президентской кампании, если бы кто-то из нас выходил, например, вот в стекло, как говорится, да, мы не участвовали в зал два месяца, никто никуда не выходит. Кстати, я сейчас вижу... Ну, именно поэтому, господин Кико, именно поэтому прошлой осенью стали интенсивно говорить в Кишиневе о том, что между вами и Игорем Дадоном пробежала черная кошка. Я не знаю, что пробежала, но у меня вот именно эти принципы. Не занимается правительство политикой. Кстати, президент сейчас не должен заниматься политикой и предвыборной агитацией. Она вас ждет, она занимается? То, что я сейчас, и не только я, я вижу, что и вы видите, этим занимается. То есть, давайте, если мы будем... Что вы имеете в виду, я хочу конкретно, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду поездки по стране, встречи в диаспоре, что вы конкретно имеете в виду, когда говорите, что президент занимается политикой? Вы имеете в виду предвыборной агитацией? Естественно, предвыборная агитация, где написано, какой курс должен быть у страны, кто там коррупционер, кто там хоци и так далее. Кто не был хоци в 2013 году, когда, будучи в правительстве, ну никак не проявила, например, ту же, знаете, горячность, говорить, не сдавайте аэропорт, понимаете? Или когда за миллиард голосовали. Мы же не видели представителей правительства, чтобы выходили хоци и жесткая коррупция. Я не помню, я не был в стране, может быть, это и было, но я думаю, что этого не было, понимаете? А сейчас мы боремся с коррупцией, мы боремся со злом всемирным, в том числе с позицией президента. Я думаю, что это неправильная позиция. Президент должен отражать или соблюдать и защищать интересы всех граждан, независимо от политической ориентации. К сожалению, мы наступаем опять на те же грабли. К сожалению, ничему нас история не учит. И мы за это горько заплатим. К сожалению. Так что, если возвращаться, будучи министром финансов и даже премьер-министром, я не участвовал в предвыборных кампаниях. За одним единственным исключением. Вы помните тот выход ваш на сцену в июне 2019 года, 9 июня, рядом с Владом Плохотнюком, Павлом Филиппом, многими другими. Тогда потом тот митинг на площади национального собрания закончился маршем в президентуре, когда Индюков бросали через заботу. Да, я помню меня там. Вы же были так. Вы на сцене были. Нет, я не говорю, что вы участвовали в марше. Вы были на сцене. Приглашение из канцелярии правительства было, митинг в защиту государственности, против традиторий и так далее. Вот так было. Значит, когда я понял, что кто-то уже берет индюки и куда-то уходит, я вот так мимо собора вернулся обратно в министерство финансов. Вы не увидите там, чтобы я где-то участвовал. Понятно, там были все члены правительства и вы можете проверить даже в Минфине, какое извлечение было. Влад Плохотнюк, который выступал со сцены, он не был официально, он был никем официально. Я не от Плохотнюка получил приглашение, у меня был премьер-министр, Павел Филипп его звали. Вот если вы знаете, как работать, приходит в министерство, в госканцелярию, вот участвовать там или там. Так что не Плохотнюк нас приглашал. А вас заставили тогда пойти? Я скажу сейчас одну вещь, так, чтобы мы понимали. Я думаю, пройдут еще несколько лет, 3, 4, 5, 10, может быть. И я очень бы не хотел, чтобы рядом с Плохотнюком, с Филатом стал еще кто-то, который был бы еще одиознее, чем он. Я очень бы не хотел. Вы сейчас на кого намекаете? Ну, давайте, Бог нас сахалит. Ну, господин Кикл, ну давайте. Ну, мы же знаем, что у нашего народа очень хорошее мышление. Вы имеете в виду кого-то из нынешних лидеров политической сцены? Я думаю, что очень хорошо понимаете то, что я сказал. Вы считаете про некие такие недемократические тенденции? На что вы намекаете, я хочу понять. А вы считаете демократическим, например, то, что происходит сейчас у нас в стране? Например, давление на ЦИК. Вот вы помните в прошлом году, например, перед президентскими выборами выступление той же партии ПАС? Выборы будут сфальсифицированы, все понятно и так далее. Вся эта истерия, нажим на Центральной избирательной комиссии. Я помню хорошо мой разговор с председателем Центральной избирательной комиссии, когда он собирался подавать в отставку. Вы помните перед президентскими выборами? Я ему позвонил, я его попросил. Подумайте, пожалуйста, о стране. Не поддавайтесь на эти атаки и так далее. Вы должны провести выборы демократически свободно. Вы видите сейчас... А вот сейчас то, что происходит. История точно так же повторяется. Вот нажим на ЦИК, значит, вы должны открыть 192, 300 и так далее. Да откойте 500. У каждого гражданина должно быть право участвовать. Но не надо нажимать на независимые органы государства. Мы никогда не восстановим доверие к этому государству, если президент, парламентские фракции и так далее будут нажимать, говорить, что так, что будут сфальсифицированы и так далее. Почему мы это делаем? И, кстати, с этого начинается. Вспомните фашистскую Германию, с этого начиналось. Сначала не разрешаем кому-то садиться на скамейки вместе с нами, потом мы знаем, что это душман, потом мы сообразим для них какие-то гетто и так далее. С этого начинается. Не надо играться с этим. А вы уже чувствуете эти тенденции, да? Я уже чувствую и вижу, конечно. К сожалению, вижу. Уже разделили людей. Так, этот такой, этот не такой. Когда ему говоришь, где твой кумир был в 13-м году? Ты понимаешь хотя бы, где был? Понимаю. Ну и что? Все равно мы вас... А вы понимаете? Вот так, к сожалению. Это надо понимать. Это ответственность политиков. А вы понимаете, что вас точно определили в лагерь нехороших людей? Ну, я, конечно, понимаю, куда меня определили, но я думаю, еще должны постараться меня куда определить. Поверьте мне, чтобы... Ну, речь не обо мне идет. Речь идет вообще о государстве как таковом. Я вас прекрасно понимаю, потому что, на мой взгляд, одинаково плохо. И когда на органы власти, либо ветви власти давят, будь то один человек, либо группа людей, либо партия, используя механизмы подконтрольного захваченного государства, или же это диктат общественного мнения, так называемого, либо морального трибунала, это одинаково плохо. И, кстати, если вы не разрешите здесь... Да. Вы знаете, у нас в стране и вообще в любом мире есть четыре власти. Четвертое, по-моему, самое важное, масс-медиа. Пожалуйста, принимайте активное участие. Не разрешайте ветвям другим власти издеваться над государством, над людьми. Смотрите, вы меня извините, но я сейчас... Это просьба. Да, но я сейчас считаю это издевательством с вашей стороны, потому что вы были у нас премьером... Почему? Вы были у нас премьером не месяц и не два. Вот я вам приведу пример. Секундочку, вы как премьер могли поспособствовать тому, чтобы совет по конкуренции обращал внимание на монопольное положение тех или иных агентств на рекламном рынке, поскольку вы говорите нам обращать внимание на то, что происходит, а вы знаете, что нам, чтобы выжить, необходимо сидеть и кучу времени тратить на то, чтобы найти финансирование для нашего выживания, потому что условия на рынке не одинаковые для всех. То же самое совет по телерадиовещанию и многие-многие другие вещи. Наталья, вы заметили, что вы назвали сейчас учреждение, которое находится под парламентом? Я понимаю, секундочку, но вы как премьер-министр звонили господину Чмирю, я понимаю, центр Дерберкова. Его попросил, да. Вы могли бы точно так позвонить господину Виколу и попросить его? Хайфи, Виколу, майки дистант. Вы могли бы позвонить господину Радукану? Я думаю, что за время моего мандата у прессы не было свободы выражения. Вы могли бы позвонить Радукану и сказать, там, щи околок у касса медиа, у эксклюзив медиа и так далее и тому подобное? Могли бы, могли бы. Я очень рад, что за время моего премьерства, в том числе и ваш телеканал, получил такое развитие, и вы меня всегда приглашаете. Наш телеканал, кстати, получил развитие не благодаря, а вопреки. Я знаю. В том числе, благодаря тому, что мы искали кредиты на внешнем рынке. Тогда, когда на внутреннем рынке мы пошли, послушали вас, господин Кипу, получили кредит, но так и нам государство не покрыло добында, так, как вы нам обещали. И мы до сих пор судимся, кстати, с налоговой. Вы все равно не забывайте, что вы четвертая власть. Помогите стране, народу, на п... Вот, поинтересуйтесь у госпожи, по-моему, Штифырца. Ее фамилия пресс-секретарь президента. Я вообще не видел ее... Сарина Штифырца. Да, да. Вот, вообще-то, вообще не видел, чтобы она выходила. Например, поинтересуйтесь, почему не был промульгирован закон о внутренней торговле президентом. Да, важный закон. Может быть, он контроверсат и так далее. То есть, но мы же все... Давайте, почему не был промульгирован этот закон, потому что я тоже некоторые вещи слышала. Вы нам ответите на этот вопрос, как у вас и короткая рекламная пауза. Чтобы вы не говорили, что я вам закрываю рот. Не хочу вас прерывать. После короткой рекламной паузы вы нам раскроете глаза на правду. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Мы спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, отчаяниях и радостях граждан, о взлётах и падениях и, конечно же, истории успеха. Всё это с понедельника по пятницу не пропустите в 22.00 в прямом эфире на ТВ-8. Новости с Яны Степаненко. С понедельника по пятницу в 22.00. Требу на зиму. 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 На зиму. Требу 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 на зиму. Так вот, она выиграла суд, парламент проголосовал, так как суд конституционный, когда пошел на промульгированный закон, она не подписала. На ваш взгляд, почему? Я думаю, эта тема очень интересная для общества. Почему мы не просим власть, чтобы действительно раскрывала? Нас же это интересует. Я не могу говорить, например, что президент неправильно поступила, не промульгировав закон о внутренней торговле. Но разве нас это не интересует? Вы посмотрите в территориях. Каждый защищает место производителя, аж, знаете, рвет рубашку. На ваш взгляд, что за этим стоят какие-то интересы или что? Я думаю, что за этим стоят какие-то интересы, давление. Потому что закон о внутренней торговле, он регламентирует в том числе допуск на прилавки товаров, произведенного в Республике Молдова. Но даже если президент прав, не промульгировав этот закон, общество должно знать, почему это не произошло. Я не видел, почему это. Мне кажется, пресса должна спрашивать. Я не видел вообще про деятельность пресс-секретаря, про других 10 или 15 советников. То есть нет этой работы. Пожалуйста, помогите обществу узнавать важные вещи. Ну, может быть, то, что вы не видите, это не значит, что они не работают. Может быть, вы просто не замечаете? Потому что каждый день заходите на сайт президентуры и читаете все их пресс-релизы? Стараюсь быть информирован гражданином. А, кстати, по поводу пресс-секретарей. Вы еще с господином Драганчей как-то сотрудничаете? Вот сейчас в компании. Господин Драганчей с работы в правительстве или в августе, или в сентябре с тех пор. А в компании он вам помогает? Нет, он не участвует никак в компании. Вы его приглашали? Не приглашал. Хорошо, идем дальше. Я по сей день стараюсь писать сам свои посты и так далее. Чувствуете, кстати, изменение реакции общественного мнения в вашей публике, аудитории в Фейсбуке после того, как вы начали сами писать посты? Это вопрос, как называется. Я всегда писал свои посты и удачные, и неудачные. Господин Кикул, была очень заметно большая разница между тем, как писались посты до того, как господин Драганчей с вами работал, и после того, как он ушел. Свои на персональной странице я писал всегда. Я имею в виду официальную страницу? Ну, официальную, там есть люди в правительстве, которые писали, конечно. Возвращаемся к компании. Для вас в этой компании кто главный конкурент? Оппонент? Не конкурент, а оппонент. Я думаю, что главный конкурент даже никто, а что. Это неверие наших людей, собственные силы, государство, неверие в лучшее будущее, общее, не знаю, уныние или уныние не могу использовать, но такое как-то, ну, все равно, будет все плохо, кого не изберешь, все будет плохо, вы все приходите, обещаете и так далее. То есть, я думаю, что это самый большой противник, потому что потеряли уже одежду люди, что в этой стране можно что-то изменить. Все мы хотим изменений, хотим что-то другое, но некоторая часть из наших граждан не интересуется, что именно другое хотим. Нам говорят, будет Алтфелл, будет ЖОС. А вот что именно с этим ЖОС? Чуть нет конкретных, к сожалению. Почему? Сейчас как раз-таки не ЖОС обещают, а главное, один из главных политических конкурентов обещает спорнязка в Рему-Рьбуне. То есть, это как раз-таки не про плохое, а про хорошее. Вы говорите, что только... Ну, я помню, что осенью разделили людей на хороших и плохих, теперь, наверное, будут разделения на тех, которые пойдут дальше в Рему-Рьбуне, тех, которые останутся, наверное, вообще делить людей. Опасная штука. А чем вас это задевает? И почему это вас задевает? Этот предвыборный лозунг? Ну, вот это... Ну, чтобы вы об этом, кстати, не первый раз говорите. Ну, потому что известно, что разделяешь, потом властвуешь. Вот именно такой принцип. Вы же заметили, особенно вот предвыборные или выборные кампании начинаются вот эти фишки. Да, вот, например, НАТО придет к нам и у нас будут поколения чуть-чуть другого цвета. Или Путин все никак не успокоится, его танки уже практически переходят, там, не знаю, Прут или Днестр и так далее. То есть вот все эти фобии, все эти пугалки, да, извините, если правильно выразился, это же способ как-то делить людей, да? Ну, выходит, что разделяет... Кого-то пугает румынами, кого-то пугает и так далее. Получается, что два главных политических града разделяет. Значит, делить людей на разные там вот лагеря, это самое, я думаю, большое преступление, которое политики делают у нас за последние 30 лет. То ли по языковому принципу. Секундочку, а вы не делили? Хорошо, то же самое ведь могут предъявить и вам ваши оппоненты. Вы, когда были премьер-министром, разве не делили, когда получали, там, позволяли получать российскую помощь на площади национального собрания, а румынскую помощь под мостом на телецентре. Ведь кто-то скажет, что вы точно так же делили. Наталья, я знаю вас как журналисты, которые оперируют очень точными данными и фактами. Вы меня видели, чтобы я получал российскую или вообще какую-то либо помощь? Не вы, это не вы. Это не вы получали. Давайте, пожалуйста, не надо... Вы про меня спросили, правда? Если вы имеете в виду те КАМАЗы, спецтехники, которые Иван Чабан из Примарии получил, это совсем другое. Но на этом фоне, когда румынская помощь приходит под мостом на телецентре, это сразу же бьет глаза. Теперь по румынской помощи, Наталья, давайте все-таки смотреть по фактам. Я уже объяснял. Румынская помощь попала под мост после официального обращения румынских властей. Потому что я сказал, пока я премьер-министр, никакая военная машина, несмотря с чем она загружена, на центральную площадь столицы не попала. Это, у меня есть официальная корреспонденция, могу предъявить. Значит, они выбрали мост, я вообще не думал про этот мост. Значит, тут, к сожалению, спекуляции. И, кстати, мы испортили вот этот красивый жест дружественной страны, испортили тоже здесь у нас. Мы же политику даже из бинтов и дезинфектанты делали. Понимаете, что это произошло именно из-за того, что на фоне КАМАЗов, которые были на площади национального собрания... КАМАЗы получал Чабан, по-моему, через 2 или 3 месяца после этого. Кстати, ну не надо путать то, что премария делала, с тем, что вы мне предъявляете. Да? С румынской помощью было именно так. Военные машины не будут на центральной площади никакого государства. Еще раз крою другие детали моего разговора с представителями румынской стороны. Я им сказал, вы создаете прецедент. Если мы сейчас, или я разрешу, чтобы военные машины Румынии были у нас на центральной площади, поверьте, что через 2-3 дня обязательно будут другие военные машины другого государства. Это как раз получается вот сталкивание людей, общества. Я старался этого не допускать. Я не вас услышал. Я думаю... Они вас услышали? Они меня услышали, они поняли, что не будет возможности на центральной площади, и они предложили телецентр. И у меня есть официальные сообщения от румынской страны. Так обстоят дела. И надо это понимать. Значит, я старался не допускать вот именно этих столкновений между разными течениями. Да, но при этом у вас были еще и другие. Вам же это предъявляют не просто так, потому что это все происходило в определенном контексте. Это была целая цепь событий. Помните, у вас еще были заявления по поводу Румынии. Я помню очень хорошо. Вы сейчас об этом сожалеете? Вы это считаете, что вы тоже так или иначе разделяли? Я защищал интересы государства так, как я знал и думал. Я, например, не считаю дипломатичным, дипломатически корректным, чтобы, например, глава правительства соседней страны называла правительство другой страны несерьезным. Я это не считаю дипломатическим и дружественным шагом. Это, к сожалению, этапы или какие-то звенья одной цепочки, которые никак не способствуют укреплению молдавского государства. А мы, если работаем на государство, должны стремиться укреплять это государство. Если мы не хотим укреплять, давайте пойдем обратно во Всемирный банк, откуда пришли, или на другую работу. Я так вижу роль и компортамент, поведение государственного человека. Я так вижу. Партия социалистов, блок социалистов и коммунистов, очень много говорит про иностранное вмешательство в эту кампанию. Вы его видите? Оно есть? Мы с вами как-то в паузе говорили про вмешательство Запада, Востока и так далее. Мы договорились с вами, что это не они виноваты. Это мы виноваты. Мы слабое государство, мы слабая страна, и мы это допускаем. Это мы виноваты. Понятно, что у больших игроков есть интересы везде, в том числе и в Республике Молдова. А от того, как мы им разрешаем здесь себя вести, это уже другой вопрос. Я не представляю себе, например, чтобы в какой-то стране, маломайски уважающей себя, например, иностранные послы, постоянно сидели в приемной генерального прокурора. Я не представляю себе другую страну. У нас можно, да. Я не представляю, например, другой стране в период превыборной кампании, чтобы, например, ЦИК был местом, самым важным местом дипломатической работы. Опять же, это не проблема наших партнеров. Это наша проблема. И мы должны это понимать. Если мы не будем себя уважать, нас никто не будет уважать. Вы были на их месте. Вы что, хотите сказать, что они встречаются и говорят, делай так, делай так? Или же они говорят про приверженность тем или иным ценностям? Откаживаю, что они говорят, но сам факт того, что послы иностранных государств встречаются по 5-6 раз с генеральным прокурором независимой страны, мне кажется, это большой вопрос. Мне кажется, это большой вопрос. Ну, с вами ведь тоже встречались? Ну, со мной встречались. С пример министра нужно встречаться, с законодательной властью, но мне кажется, власть, юстиция и так далее, это чуть другая власть. Еще раз говорю, я верю в добрые пожелания наших партнеров, но этот факт говорит о том, что мы слабое государство, мы себя не уважаем, и нас никто не будет уважать, если мы не начнем себя уважать. С другой стороны, а если мы у них просим деньги, помощь и так далее, и причем эти деньги приходят на покрытие дыр в бюджете, на инфраструктуру и так далее, может быть, тогда, знаете... Давайте про деньги. Нет, кто платит, тот и танцует. Раз уж нам платят, может быть, и правильно, чтобы нас танцевали? Во-первых, это очень ошибочное мнение, что Республика Молдова живет исключительно за счет подачек. Вы возьмите бюджет... А кто сказал исключительно? Ну, вы возьмите бюджет, посмотрите, что наши собственные доходы, по крайней мере, покрывают 90% из наших потребностей. Первое. Второе. Надо смотреть, что это за деньги. Да? Деньги идут, в большинстве случаев, на то, чтобы как-то проводить реформы. Знаменитая реформа юстиции, например, реформа прокуратуры. Там были миллионы, десятки миллионов евро. Да? Надо смотреть. И вообще, по части вот этой помощи, которая иногда принимает и предвыборный, и политический такой окрас, вы, наверное, видели этот. Надо смотреть. Но никогда даже за любые деньги не надо свой суверенитет как бы взамен этого давать. То, что они предлагают помощь... Кто конкретно сейчас меняет суверенитет Молдова взамен на помощь? Кто? Какие политические силы? Я не расслышал ваш вопрос, пожалуйста. Конкретно, кто сейчас обменивает молдавский суверенитет на иностранную помощь? Какие политические силы? Но ваш вопрос был такой. Они нам дают деньги, мы должны смотреть сквозь пальцы на визит к генеральному прокурору. Я так понял ваш вопрос. Я не сказала, что должны. Я вас просила. Я отвечаю, что за любые деньги... Может быть, не логично, что это происходит, поскольку нам дается столько финансовой помощи, и люди вправе... Да, мы получили миллиарды евро после 2009 года. Мы их видим где-то? Может быть, люди вправе спросить хотя бы, а куда ушли эти деньги в том числе? Вот именно. Давайте поинтересуемся, где те миллиарды евро, которые мы получили от Евросоюза, например, с 2009 года, где они? Вы должны себе тоже задать этот вопрос господин Киеву. Я этот вопрос себе задавал. Вы были министром финансов в правительстве господина Филиппа, поэтому вы были премьером. Вы заметили очень интересный момент, что как раз, как я стал министром финансов, деньги перестали приходить. Знаете? Вы заметили этот факт? И получили только от Международного валютного фонда, потому что там исключительно условия по госфинансам, там не было политических. Мы закончили успешно программу с Международным валютным фондом. Кстати, получили второй транш этой макрофинансовой помощи от Евросоюза, потому что выполнили условия. Но на самом деле доля долга государства ВВП выросла с 12% до 25% в минутке времени с 9 по 17 год. С 9 по 17 год мы практически удвоили долга государственного ВВП. Ну, кстати, 25% по сравнению с другими государствами, это не так уж и много. Вы это тоже прекрасно знаете. Да, это не так уж и много, но я скажу одну вещь. Если мы будем продолжать брать деньги на текущие расходы и не вкладывать их в инфраструктуру, мы очень скоро дойдем до критической доли в 60%. И поверьте мне, это случится через 4 года, если у нового правительства и у новых властей не будет такого же отношения к инвестициям, которая была у нас в прошлом году. Вы сами упомянули про иностранную помощь, использование иностранной помощи в предвыборных целях. Хочу, чтобы вы сравнили как экс-премьер-министр две ситуации. Ситуацию с российским кредитом в прошлом году, которая так и не случилась, но об этом российском кредите много говорили, в том числе оппоненты этого кредита, утверждали, что это иностранное вмешательство Российской Федерации в предвыборную гонку в Молдове в виде поддержки кандидата на должность президента Игоря Дадона. Сейчас 600 миллионов были объявлены Евросоюзом в преддверии выборов в парламент. Можно сравнивать эти две ситуации? Вы считаете это вмешательством, либо это просто совпадение, что это перед выборами происходит? Давайте считать совпадением. Вы считаете это совпадением? Давайте считать совпадением, потому что нам нужны хорошие отношения со всеми партнерами. Понятно, что было политическое влияние весной прошлого года, когда мы навалились на этот кредит российский, который в период пандемии нам нужен был. И сейчас, наверное, стараются как-то говорить, что эти 600 миллионов обещаны на следующие 6 лет, а не как бы политической. А вы не противоречите сами себе, господин Кику? Вы, с одной стороны, обвиняете иностранных послов в том, что не ходят к кинпрокурору по 5 раз, а при этом вы отказываетесь отвечать на вопрос по поводу 600 миллионов, чтобы не испортить отношения с иностранными партнерами. Разве я обвинил послов? Я сказал, они не виноваты, слабость в нас. Вы намекнули. Не надо переначивать мои слова. Знаете, вот есть такое понятие, намек прямым текстом, господин Кику. Я говорил очень ясно, слабость наша, слабость государства и предопределяет поведение наших партнеров. Не посмели бы партнеры себя вести, если бы мы уважали себя в первую очередь. Мы себя не уважаем, к сожалению. Вы были, как я уже сказала, министром финансов в правительстве господина Филиппа. Кстати, он будет в четверг гость моей программы. Господина Филиппа во времена бытности режима Плохотнюка. Вы были премьер-министром во времена коалиции. Я не называю это режимом, это глупо называть режимом. Это все-таки была правление коалиции партии социалистов и партии демократов. Вот при всем этом, чем вы лучше, чем та команда, которая сейчас обещает... Ну, многие соцопросы показывают им либо большинство самостоятельно, либо самый большой кусок наберут они и будут формировать вместе с кем-то будущее правительство. Чем вы лучше? Или хуже? Быть большой скромнягой, конечно, не хотелось бы, тем более, что у нас предвыборная компания, каждый старается показать, насколько лучше, но я думаю, что все-таки судить людям, чем лучше. Вы поднимите, например, ту же налоговую реформу, чем это обернулось. Например, закон 270, это заработные платы в публичной сфере. Вы сравните, вот есть молодые педагоги, например, сравните зарплату в декабре 2018, с зарплатой в декабре 2020, про медицинскую систему вообще я не говорю, что за 9 месяцев удалось на 70% повысить зарплату, про рекалкулу пенсии, как мы говорим. То есть тут многое можно говорить. Просто, понимаете, вас же могут совершенно спокойно они называть, в некотором смысле, обслуживающим персоналом мафии, плохотнюк, додон и так далее. Правительство, по сути, является обслуживающим персоналом рода, общества, Вы прекрасно знаете, в каких красках говорится, в том числе, о времени вашего правления, как премьер-министра. Ну, я говорил, я в отличие от других, например, не был в правительстве, когда крали миллиард. Притом не крали, а обеспечивали возможность кражи. Я тут открою скобки, да. Вы помните правительство Лянко, чем занималось в августе-сентябре 2014 года, как раз за два месяца до выборов? Помните те знаменитые ЛУЭР, ангажер де Распундер, где поменяли законодательство финансовое с тем, чтобы правительство имело право выдавать гарантии. До тех пор законодательство Республики Молдова не позволяло правительству давать гарантии. Значит, первый шаг был... Причем те поправки вступали в силу уже с начала октября. Экзакт. Вот именно. Не с начала, с следующего года. То правительство сначала подготовило все для кражи миллиардов. Значит, все эти изменения. Дальше. Дальше. За две недели до выборов, которые были, по-моему, 28 ноября 2014 года, тоже правительство 7 ноября собирается на заседание и принимает знаменитое решение о выделении гарантий в 9 миллиардов чем-то, которые... Но вот как раз-таки на этом заседании Майя Санду и не было. Я не говорю про Майя Санду, я говорю про правительство, да, который был член правительства, экономист и мирного банка, который, ну, ясно понимал, должен был понимать, к чему все это ведет, да. То есть дыры там, миллиарды еще не было украдено. Все было подготовлено. После этого вынесли решение о... Спинки. Позвольте мне сказать, если вас интересует. Я думаю, это интересная тема. Значит, все подготовили. Правительство приняло решение о выделении этих гарантий. И поверьте, что только после этого деньги ушли из этих трех банков. Только после этого. Давайте спросим, разве борьба с коррупцией не означает, и то, когда ты находишься в правительстве, да выйди на центральную площадь... У вас такие же вопросы и по госгарантиям 2015-го? Большая разница, кстати, по госгарантиям в марте и в ноябре. Потому что госгарантии в марте были уже после того, как украли миллиард. А те, которые были в ноябре, до кражи миллиарда. Это большая разница. Спинки, я понимаю, вы имеете право на то, чтобы задавать эти вопросы. Я чуть-чуть в этом разбираюсь, поверьте мне. Только меня интересует следующий вопрос. Вы, как министр финансов правительства Филиппа, у вас коллеги по партии... Вы не были партийным членом, но вы все равно были частью правительства, которое ассоциировалось напрямую с демократической партией. Оно было, так или иначе, проявлением правления демократической партии. А потом вы были премьер-министром. Вы те же самые вопросы задавали другим членам тех двух правительств? Господину Канду. Задавали? А вы знаете, что с господину Канду сужусь из-за этого? То есть он судится со мной. Я ему задавал парламентом, он был тогда министром экономики, кстати. Вы знаете, что я сужусь с ним за это? То есть я не стесняюсь с тем говорить. Но, по крайней мере, я не видел, чтобы эти товарищи, которые вы их назвали, брали вот так стягу мына, что они великие борьбы, борцы с коррупцией. Ну, хорошо, любое правительство... И, возможно, они не понимали то, что понимают экономисты Мирного банка. И вашему правительству многое, что могут предъявить. Ну, например. Хорошо, правительство ведь несет всегда коллективную ответственность. Например. Нет, секундочку, поскольку вы обвиняете напрямую, я понимаю, когда вы говорите про членом правительства, который работал во Всемирном банке, вы явно имеете в виду Майя Санду. Не было там других членов, которые были во Всемирном банке тогда, на тот момент. Ведь правительство, любое, несет коллективную ответственность. Вы сейчас к чему призываете? Я не про коллективную ответственность. Я про человека, который выступает самым большим борцом с коррупцией. Будучи в правительстве, не видел я, чтобы выступала против. Не видел. Даже наоборот. Участвовала в той партии на выборах в ноябре, даже стала депутатом. Господин Кик. Да, даже стала членом этой партии. Поэтому давайте смотреть... Вам всегда есть что сказать. Но, к сожалению, сегодня мы не успели с вами обсудить, как вы собираетесь бороться с коррупцией. Поэтому приходите на предвыборные дебаты. С коррупцией надо повышать зарплаты людям, чтобы они могли зарабатывать на рабочем месте. И медикам, и учителям, в том числе и работающим в государстве. Приходите на предвыборные дебаты и объясняйте, как вы это будете делать. И все то, что вы сейчас обещаете. По большей части многое можно было реализовать, когда вы были премьер-министром. За приглашение, к сожалению, НТВ меня не приглашает. Холдинг другого кандидата. Ну, никак не приглашает с того времени, как я сказал, что войду в политику. Это был господин Кик. Спасибо вам большое. После рекламной паузы мы говорим с политическими аналитиками о том, какова эта кампания. Чего нам ждать после 11 июля. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В новом году, в новое время, отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22.00. Расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ-8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В прямом эфире на ТВ-8. Новости с Яной Степаненко. С понедельника по пятницу в 22.00. Треба умная зила. Субтитры создавал DimaTorzok Шансы политических конкурентов на этих выборов и сценарии после выборов 11.00. Юля, мы обсуждаем с моими гостями в студии, в этой части программы. Александр Петков, журналист. Добро пожаловать. Добрый вечер. Роман Михаэш, политический конкурент. Добрый вечер. Добро пожаловать. Добрый вечер. Поскольку в первой части был господин Кику, мы с вами во время рекламной паузы немного обсуждали это. У таких партий новых, я сейчас не только про его партию спрашиваю. Ведь появилось много новых партий сейчас, которые участвуют в этой избирательной кампании. Много старых, новых, которые вдруг о себе напомнили спустя 10-15 лет. Участвуя целая 21 штука в списке бюллетеней. У них есть шансы? Ну давайте так скажем, что шансы есть у всех политиков. Многие говорят, что новые партии, у них рейтинг достаточно маленький на данный момент. Невозможно набрать за определенное время, скажем, месяц-два каких-то хороших результатов. Но я бы сказал, что есть шансы у всех, потому что может произойти абсолютно любой сценарий. Кроме того, политическим партиям нужно участвовать в выборах для того, чтобы наработать опыт, если это молодые партии. И второе, для того, чтобы увидеть свои ошибки. На данный момент трудно говорить, что партии в республике Молдовы обладают всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы проводить полноценную предвыборную кампанию. И здесь я имею в виду предвыборную кампанию не один месяц, а целый цикл. То есть это 3-4 месяца на самом деле. Просто мы в республике... Хотите сказать, что у нас нет ни одной партии, в которой были бы все ресурсы? Ни одной. Как минимум две партии мне... Ни одной. ...проходят так вот в голову. Это партия социалистов и партия действия солидарности. Разве у них нет всего, что необходимо? Нет. Я даже могу назвать, что да, у этих партий нет необходимых ресурсов. Потому что, посмотрите, на старт предвыборной кампании, и у нас ни одной партии, которая была бы подготовлена 100% выбором. Даже партия ПАС, которая проходит в парламент, которая хотела досрочные выборы, но посмотрите, у них не были подготовлены списки. Те фильтры, которые должны были проходить эти кандидаты, которые по спискам. Да, можно сказать, что партия социалистов и партия коммунистов быстро создали этот блок, без каких-то скандалов, без каких-то социологических опросов. Но, опять же, мы видим, что это все создавалось буквально в последнее время. То есть, у любой партии, которая хочет теоретически называть себя политической партией, у нее должна быть стратегия на долгосрочный период. Исходя из возможных сценариев. Потому что, да, вот мы будем говорить о сценариях после выборов. У каждой партии должно быть их несколько. Наихудший, наилучший. И вот тогда мы видим полноценную политику, и они, скажем, привыкли шоу. На Западе уже доказано, множество написано на эту тему специалистами научных и неоколонаучных, скажем так, тезисов. Она называется 2 плюс 2 на Западе между специалистами. Есть две партии, которые позиционируются на флангах. Вот у нас в республике ПАС правоцентристы, левый это социалисты-коммунисты. И остается место еще для двух партий средних, скажем так. Объясняю, почему. Потому что есть два коэффициента. Первый коэффициент, это очень легко проследить. Если партия имеет хотя бы в двух третьих районах, и в Кишиневе, и в больших городах местные ячейки, можно говорить, что она имеет шансы побороться за прохождение 5-процентного роста. Второй показатель, это если у партии есть или нету локомотива. Чтобы пройти 5-процентный баррель, тебе нужен локомотив. Нету локомотива, ты не проходишь. Это очень просто. Потому что у нас, когда Ян или другие проводят опросы общественности, они делают и по партиям, и по персоналиям. И вы смотрите там в первой десятке. Если партия в первой партии имеет лидера или одного из своих, тогда у нее есть шанс. Потому что, к сожалению, надо сказать честно этим партиям, 23, которые участвуют, если у них нет вот этих ресурсов, плюс материальные, финансовые, медийные ресурсы, шансы прохождения в первой неделе нулевые. Ну подождите, ну что, разве вы хотите сказать, что предыдущий оратор тоже говорил о том, что якобы партии не имеют ресурсов административных, я абсолютно не согласен. Но обе партии имеют ресурсы. То, что они не смогли договориться, кто из них... Нет, это партии имеют. Об этом я говорю, что 2 плюс 2 система. То, что они не смогли договориться и убедить людей, кто из них правящий, это их проблемно. Извините. И та партия имеет президента, другая партия имеет президента парламента. Куча административного ресурса, мы просто о нем не знаем. Он просто нам, может, не знаком всем, но он очень очевиден. Госпожа Санду ездит за границам и дискутирует якобы случайно с якобы случайной диаспорой. Госпожа Горчана ездит по другим встречам. Пользуется также ресурсом парламента. Очень серьезный административный ресурс задействован в этой компании. То, что они не смогли каким-то образом создать свои фильтры, так может быть в отношении некоторых партий, слава богу. Потому что начинаем видеть потихонечку. Я думаю, что будет все, кое-что видно. Я еще боюсь, что если бы у них было побольше времени поработать с фильтрами, еще был бы хуже результат. Теперь дальше нам предстоит уже посмотреть, чем все это закончится. Кстати, я хочу предложить вам поговорить больше о том, чем все это закончится, потому что гораздо интереснее про ход компании. Компания, на мой личный взгляд, гораздо морхнее, чем я ожидала. Не знаю почему, я ожидала гораздо живее. Она запутанная, потому что... Она какая-то, не знаю, гораздо морхнее. Посмотрим, кто что вытащит из каких загашников. Но давайте сначала новость последних минут. Буквально несколько минут назад стало известно, что Высшая судебная палата отклонила иск Центральной избирательной комиссии против решения апелляционной палаты Кишинева, согласно решению которой ЦИК заставили пересмотреть свое решение об открытии 139 и 146. И обязали открыть 146 секции. И обязали пересмотреть, подождите, пересмотреть, да, свои решения для того, чтобы открыть 191 секцию. Ну, решение проблемы затягивает. Почему? Ну, почему? Если я не ошибаюсь, 35 дней дано на открытие участка. 35 дней было, вот как раз, когда было... То есть до 35 дней доходили, как раз, когда было первое решение. Сегодня уже у нас нет 35. Там как раз-таки было ровно 35. Там пограничная ситуация. Это вопрос интерпретации. Ну, как бы ни интерпретировали, все равно, да, время было. Сегодня времени этого уже нет. Сегодня мы не исключаем того, что кое-кто из Министерства и Странных дел сможет сказать, что мы не договорились там с какими-то местными властями. Смотри, я прошу прощения, что перебиваю вас. Господин Чемил был приглашен вот в эту часть программы. Я вам всем сказала, что он должен был прийти в эту часть программы. Но он в последний момент отменил свою участие. Мы попробуем его сейчас набрать и узнать его реакцию. И это вполне возможно. Почему? Потому что я, например, неоднократно везде говорил. Я хочу, например, знать. Вот мы уже живем полгода с человеком, который исполняет обязанности премьер-министра Республики Молдова. Я, например, хочу знать, чей премьер-министр господин Чукой. Потому что по всем канонам, то есть так, как все произошло, он якобы президент Амайи Санду. Потому что он вообще был назначен в нарушении закона. Должен был быть вообще другой человек. И совершенно другая процедура должна была проходить. По тому, как он себя ведет и откуда он пришел, он как бы не Майи Санду. Но я думаю, что все в этой стране должны знать, чей премьер-министр, кто несет ответственность. Мы уже полгода живем с правительством, которое ИО. То есть оно временное. Это ему непостижимо. Но вот мы живем полгода с таким правительством. Это же ужасно. И теперь посмотрите, кому выгодно будет открыть там участки и кто руководит Министерством электронных дел. Но на ваш взгляд вопрос участков за границей, он уже решен? Не решен. После сегодняшнего решения высшей судебной палаты. Или на самом деле юридически мы вообще можем очиститься в ситуациях, в которых вообще никаких участков не может быть открытых, потому что уже нет этого 30-ти. Вообще нет, но тех, которые в посольстве и в консульстве, да, точно нет. Я хочу сказать, что с моей точки зрения, это или затягивание выборов, перенесение даты выборов, или их на выживание. Потому что, я не читал решение Верховного суда, но если вы говорите, что они обязались их пересмотреть, то есть здесь было два варианта у Верховного суда. Обязать открыть 191 или 146, там были две цифры, или же просто возвратиться к нулевой точке и пересмотреть все это решение. Подождите, высшая судебная палата отклонила иск Центрсбиркома. Тем самым в силе остается решение апелляционной палаты Кишинева. По 191 тогда. По 191. Тогда вопрос решен? Подождите, там тоже на самом деле все не так однозначно по 191. Потому что юристы, которые читали это решение, мне его объясняли, я говорила с разными людьми, мне объясняли, что там вообще юридическое, вот в том числе истинное... Там казуистика. Там казуистика, там есть не юридическое. Потому что на одном из председущих заседания ЦИКа, господин Шарбан, член ЦИКа, сказал, что мы сегодня находимся в непонятной ситуации. То есть нам отменили вообще все участки. Это он вот так понял, да? Потому что другие юристы поняли совершенно по-другому. Мне двое юристов вот так вот прочитали это решение. А другие юристы совершенно по-другому все поняли. И здесь вопрос, те, кто это принимал, они понимали, что они делали? Или на самом деле так случайно вышло, что в результате... Нет, ничего случайного нет. Мы не должны забывать, что сегодня идет война между двумя ветвями власти. И если ее персонализировать, эту войну, да, или персонализировать ветви власти, то мы имеем войну между судьями с одной стороны и Майя и Санду с другой стороны. Кому выгодны участки? Ведь это же секрет Пали Шинеля. Кому выгодны участки за рубежом больше всех? Майя и Санду. Кстати, она больше всех молчит, кстати. Может, правильный какой-то технологический ход. Но и сегодня идет война между судьями и Майя и Санду. И вот эта вот война, они сидят и играют, эти суди, да, которые в свое время не были наказаны по правде и по закону. Здесь нюанс самый важный. Мы сегодня начали с новой войны. Но в слова ЦИК нам, господин Чемил, нам не отвечает. Самый важный нюанс, я считаю, что если это так, как вы говорите, тогда точка поставлена. То есть, в каком смысле я говорю, что точка поставлена? Прошли первую инстанцию, прошли кассационную инстанцию и обязали ЦИК решить вопрос по решению оплаты. Это означает, что ЦИК должен найти сейчас общий язык с Министерством иностранных дел. На прошлой неделе господин Чемилу, по-моему, в комментарии тоже с Ярл Дегарда, если не ошибаюсь, как раз и сказал, что мы не понимаем, что сейчас делать, потому что, согласно избирательному кодексу, должно быть, даже решение об открытии участков за границей должно приниматься за 35 дней, так написано, за 35 дней до дня выборов. У нас сейчас осталось сколько? 20 дней осталось. Осталось 20 дней. Здесь вопрос. Уже было нарушение. По-любому дойдет до конституционного суда, уверен, 100%, потому что, смотрите. Господин Михайлович, наверняка дойдут, если надо будет, дойдут до конституционного суда. И, допустим, конституционный суд примет решение, что надо открывать. После выборов. Но если останется, а если до выборов останется 5 дней, вопрос к вам. Физически, можно будет открыть участки и обеспечить нормальный ход голосования? Я поговорил с некоторыми моими знакомствами из Министерства иностранных дел. Они сказали, что они дали ответ ЦИКу, что они могут этот процесс организовать за границей 190. Есть их бумага, написанная четко с печатью. То есть вопрос в том, что... Они могут, согласно законодательству, так вот за 35 дней ресурсы выделить? И за две недели, если есть ресурсы, они смогут технически все это организовать. Но опять же вопрос, если есть ресурсы. Вот в этом вся и проблема. У нас есть юридический аспект, у нас есть политический аспект, война двух ветвей власти или как-то назовем. Но проблема в том, что одно дело, когда Министерство иностранных дел говорит, что да, физически мы можем, если у нас будут ресурсы. А потом встает вопрос, который, кстати, поднимал и господин Шарбан, и господин Чемил. А ресурсы откуда? Деньги. То есть гарантии, денежные гарантии, открытие эти все участки, их на данный момент нет. Кроме того, это нужно время, нужно безопасность. Если избирательные участки находятся в консульствах или в посольствах, да, это одно. Там все безопасно, там есть органы, которые могут создать все условия. Но если это где-то вне посольства, то это уже проблематично. Кто будет охранять эти избирательные участки? Кто будет обеспечивать этот флукс? Есть много вопросов. И здесь, мне кажется, невыгодно то, что вот, да, только Майя и Санду. Мне кажется, даже может быть и невыгодно Майя и Санду какой-то избирательный участок, который не охраняется или не обеспечены все условия. На том избирательном участке могут произойти фальсификации, да, и это все может использоваться против Майя и Санду. Слушайте, у нас технологий очень много, понимаете? То есть вы думаете, что могут специально подстраивать фальсификации, чтобы потом обвинять? В политике все может быть. Так что здесь избирательные участки, вот мы сегодня говорим... Это вы еще говорите про черные технологии. ...20 дней осталось. Давайте поговорим об этой теме через 25 дней. Увидите, ни один политик не вспомнит про диаспору. 25 дней. Сергей Литвиненко, депутат от ПАС, написал несколько минут назад. Итак, в часе же варис пинц рекурсал чек, дечером инин вигуарих отри рекурсал диапелки шинел, и раз там сям на качек требуется дискиды секса дебатаря суплементарин диаспора. Дудон шелебединский, че моя инвентация шакум. Господин Литвиненко, значит, интерпретирует однозначное решение. Диспозицию вот этого решения операционной палаты там написано очень четко. Обязать чек, открыть участки, и все. Хорошо, секундочку. А они могут обязать чек открыть участки в нарушении закона? Нет, подожди, это судебная инстанция. Секундочку, я просто вот, просто если завтра... У нас же... Секундочку, завтра цель скажет, ребята, вы можете нас обязать, но согласно закону мы должны там за 35 дней, и не знаю что. И как вы нас... Исполнение судебных решений влечет за собой уголовную ответственность. Это для тенов ЦИК, чтобы они знали уголовную... Наверное, не знают уголовную... Вам, как юрист, вопрос. Это неисполнение судебных решений. А если исполнение судебного решения приводит к другому правонарушению... Тут мы говорим философий, но... Какое... Наталья, я скажу так. Есть пройти интерес очень большой, чтобы было меньше этих участков со стороны социалистов, коммунистов, это понятно. Они боролись за то, чтобы было 139, сколько там сначала было? 139. Потом несколько партий обратились в операционную палату, мы всю эту историю знаем, да? К чему пришли сегодня? Есть окончательное решение высшей судебной палаты, ЦИК должен ее исполнить, открыть 191 участок. Если ЦИК этого не сделает, они понесут уголовную ответственность. Это очень понятно и четко, и просто им надо объяснить. Они должны исполнить решение суда. Два юриста, это три мнения. Я опять же отмечаю, я на прошлой неделе после того, как было принято решение, апелляционная палата говорила с несколькими юристами, и у меня несколько юристов, но просто я не имею права, их согласен, на то, чтобы их цифровать. Есть главная статья в Головном кодексе. Нет, они объяснили, что там то решение, оно немножко местами абсурдно. Можно найти очень много решений, но, к сожалению, для тех, которые... Знаете, у нас есть таланты юристы, которые читают решения по-своему. Я вам, как юрист, практикующий уже 25 лет, говорю, что три юриста, это четыре мнения, а два юриста, это три мнения. То есть, к вашему мнению, что это уголовная ответственность, нужно прислушаться, но не забыть, что будет еще три других мнения. Но проблема в том, что... Сказал Роман Михаеш. Давайте поговорим про сценарий после выборов, потому что я не знаю, что можно пока обсуждать об этой избирательной кампании. Поговорим о том, что будет после 11-го числа. Мы проснемся 12-го числа, я не знаю, наступит или наступит всем нам счастье. Вряд ли, так как показывает практика... Счастья не будет, но проблески будут. Нет, как показывает практика, на следующий день после выборов счастье не наступает, но будет иная политическая ситуация. На ваш взгляд, какие главные сюрпризы, проблемы и нас ждут, начиная с 12-го числа? И вот это будущее, оно будет темным, светлым для каких политических игроков в первую очередь? Господин Петков, ваш анализ. Ну, я вообще думаю, что после выборов народ Молдовы ожидает очень большое разочарование. Огромнейшее разочарование. И это все зависит, конечно, от сценариев самих выборов. Как произойдет, сколько партий войдут в парламент. Но так или иначе разочарование будет у всех. По той простой причине, что сегодня созданы такие условия, когда некоторым политическим игрокам в Молдове, на политическом Олимпе позволено все. И они очень серьезно этим делом пользуются, очень серьезно пользуются тем, что, допустим, их критикуют такие люди, которые не имеют права, допустим, на какие-то чтения морали. Какой-то Кавкалюк или какой-то Додон. Конкретно кого вы имеете в виду, когда говорите, что есть политический лидер, который позволяет Я, например, думаю, что пропрезидентская партия ПАС сегодня в Молдове совершает очень много ошибок, которые любой другой партии были бы непозволительны. Я знаю, о чем я говорю. Я участвовал в политике, в том числе в большой. Я знаю, что если бы, допустим, партия, в которую я входил, находилась у власти, позволяла бы себе хотя бы 10% того, что позволяет себе сегодня партия ПАС, эта партия была бы просто выведена за рамки закона. Да, я считаю, мое мнение, что если бы социалисты сейчас делали местами, их бы порвали в опуски. Да, так вот. Но эта партия, например, пользуется тем, что, допустим, морали считают, например, такие аморальные люди, как Додон или Кавкалюк. То есть, когда Додон говорит что-то по поводу того, что делает Майя Санду или ее партия, то есть Майя Санду всегда может сказать, слушайте, вы видите, кто-то говорит, то есть он является их спасителем. В этом смысле, и в этом смысле общество к этому уже привыкло. Поэтому я и говорю, что 12 июля или после 12 июля общество пройдет через очень серьезную череду разочарований. Очень серьезную череду разочарований. Подождите, мы еще услышим, если на днях то, что сказал этот бывший, с позволения сказать, мент Кавкалюк, да, по поводу там кого-то из участников этой контрабанды большой. Я, например, знаю, о ком речь идет, но если он этого человека озвучит, то это будет еще серьезнее разочарование. Поэтому речь не только... которого он говорил, да, которого он упоминал. Если он еще его и назовет, это будет очень серьезный шаг, да. Хуже всего, что это будет Кавкалюк. Вот в чем проблема, да, потому что этот человек, он не имеет права не то, что заниматься политикой, а сидеть за одним столом с демократическими настроениями людьми. Он должен сидеть в тюрьме. Это мое четкое гражданское сознание, потому что я знаю, кто такой Кавкалюк. Это гестаповец, который должен сидеть в тюрьме. Он имеет за что сидеть в тюрьме. Пусть подаст на меня в суд, не проблемно. То есть это я ему докажу. Вы же бы не думали, что я голословно сейчас разговариваю. Дело-то ни в чем. Дело-то не в том, что... А если гестаповец, кстати, вот цитирую вас, если гестаповец говорит что-то, что... Гестаповец это политическая полиция, на секундочку. Да, я знаю. Но если гестаповец, как вы его называете, говорит что-то, что соответствует действительности, на это надо обращать внимание или стоит игнорировать в любом случае, потому что это говорит гестаповец? Не-не-не, на это надо обращать внимание, но только надо обращать внимание, то почему эти данные находятся у него, да? Почему этими данными не располагают или не говорят, не представляют его какие-то законные или правоохранительные органы? Почему об этом не говорит прокуратура? Что кому-то неизвестно, что у нас проходило там 11 транспортов с контрабандной сеградой? Почему об этом неизвестно? Почему неизвестно то, что этот транспорт проходил постоянно через определенный пункт пропуска с определенными людьми? Хорошо, мы немножко ушли. Да, мы уходим. Кого ждет в первую очередь разочарование после 15 числа? Нет, а я не хочу говорить именно о какой-то определенной партии. Речь не только о какой-то одной или второй, или другой, или третьей партии. Нет, речь о том, что участвующие сегодня в выборах говорят вообще о непервостепенных проблемах общества. Непервостепенных проблемах общества. Никто о них не говорит. Ребят, я сегодня получил отчет правления АО «Молдова-Газ», который будет рассматриваться 30 июня. Ребят, там катастрофа. Кража миллиарда это еще цветы. Как? Кража миллиарда это цветы. И об этом же никто не говорит из этих партий. А давайте мы будем, мы будем не как партия, будем об этом говорить. Поэтому после паузы вам даю пару минут, чтобы вы нам рассказали, что там за катастрофа в «Молдово-Газе». Потому что все-таки каждый гражданин Молдовы ежемесячно получает фактуры от них и платит. Надо знать, куда мы несем свои деньги. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новости с Юлией Будеч С понедельника по пятницу в 22.00 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новости с Яной Степаненко С понедельника по пятницу в 22.00 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы продолжаем дискутировать. Друзья, нам господин Петков обещал до рекламной паузы рассказать про катастрофу в Молдово-Газе. Не получилось, что мы как политики не говорим на важные темы. Очень коротко скажу сразу, что потребление газа в Молдове затрагивает не только тех, у кого дома есть газовые баллоны, либо газовые установки. Оно затрагивает всех. Потому что из газа в Молдове, всем известно, производится электроэнергия, в частности в Приднестровье. Поэтому, когда мы говорим о газе, мы говорим обо всем. Когда мы говорим о Молдово-Газ, мы говорим о структуре, которая руководит сегодня Республикой Молдовы. Если вы думаете, что руководит сегодня Республикой Молдовы правительство или Майя Санду, вы ошибаетесь. Так вот, эта структура, согласно внутренним отчетам, просто-напросто продает своей же компанией в Приднестровье газ по той цене, которую она продает в Молдове, зная прекрасно, что эта же структура продает его почти в два раза дешевле. То есть, четко записано в самом отчете, что Молдова-Газ продает, Террасполь-Трансгаз, газ по 148,8 долларов за каждую тысячу кубометров, а Террасполь-Трансгаз продает его в Приднестровье по 80 долларов. Это записано в официальном внутреннем документе. Я, например, сейчас не говорю, что почему в Приднестровье продается по 80. И вот эта разница, она на чьи плечи ложится? Да, эта разница ложится на плечи Молдова-Газ. А Молдова-Газ, в Молдове-Газ, в структуре собственности, 35% принадлежит правительству Республики Молдова. А у нас Газпром уже подал иск на Молдова-Газ? Да, эти иски, они ежегодно подаются. Так вот, долг уже, вот таким образом, долг составил уже свыше 7, почти 7,5 миллиардов долларов. И чтобы все понимали, что за этот долг в течение последних лет голосовали не Газпром, почему-то мы все же были уверены, что это Газпром оказался. А оказывается, это делал представитель правительства Республики Молдова. Некие негуры, да, из Министерства экономики, сидел там и голосовал, вот так вот, просто-напросто. И мы все, все, не знаю сколько у нас там, миллионов человек в Молдове, извините, как лохи, сидим и все думаем, а вот там кто-то, где-то нам что-то. Нет, сами. 7,5 миллиардов уже, да? Сами, сами, вот в правительство это все делают каждый год, получая за это, кстати, мзду. Человек стал миллионером, чтобы вы поняли официально, возьмите его декларацию о доходах, вы увидите, миллион лей он получил от Молдова ГАЗ в качестве зарплаты. Зарплата, которая превышает в 4 раза его зарплату в Министерстве. Этот долг должен кто-то оплачивать? Конечно, придет время, и этот долг кто-то должен будет оплачивать. Нам его придет. Конечно, безусловно. И так вот, если это все проходило, допустим, то есть сегодня никто не может сказать, что мы там ни при чем. Все правительства, включая и правительство Маисандо, включая правительство, кто был там Кику, кто был до Маисандо, все правительства в этом соучаствовали. Я предлагаю посвятить этому отдельную программу, потому что это очень важная тема. Это очень важная тема. Еще раз, в этом участвовали высшие, в этом участвует постоянно высшее руководство Республики Молдова. Давайте мы отдельно проведем программу. Это бомба под Республикой Молдавской государственностью. И она, чтобы она не сработала, и чтобы она нашу страну не разорвала на части. Здесь я согласен с господином Петхом и другими экспертами. Нужно правительство, которое будет иметь кураж поставить этот вопрос перед Газпромом российским, чтобы, во-первых, сделать аудит всей этой ситуации за 30 лет. Потому что там никто... Я понял, что Курте-де-Контурс там не очень имеет... Курте-де-Контурс, ее просто-напросто ей запретили. Когда в правлении Плахотюка изменили закон для того, чтобы Курте-де-Контурс не смогла... Кто не знает, сколько, кто, где, украл это... На секундочку. И все международные аудиторы на протяжении последних, как минимум, лет 7, все всегда говорят, что компания не может дальше работать непрерывно. Вы понимаете, что... И еще раз говорю, это катастрофа. И об этой катастрофе не говорит никто. Господин Петхов, эта тема действительно очень важная. Я предлагаю в ближайшие недели, может быть, даже до выборов, уделить... Возвращаемся к вашему вопросу, если... Что нас всех ожидает и какие главные политические процессы вы предвидите на политической сцене после 11-го числа, господин Леснецкий? Ну, сценариев, да, существует несколько. И здесь, да, соглашусь с господином Петховым, что будет разочарование, будет процент все-таки разочарования. Это всегда происходит после выборов. Моментально или спустя какое-то время? Нет, возможно, да, проходит определенное время, да, после выборов это месяц, после которого начинается разочарование. Многие разочаруются и даже во время выборов это произойдет, скорее всего, из-за того, что не анализируют реальную ситуацию, да. Скажем, левые говорят о том, что они сильные наберут большинство, правые говорят о том, что они сильные наберут большинство. И вот когда проходят выборы, если вы вспомните 2009-2010, результат иногда может быть совсем другой. И здесь происходит разочарование. Но мне кажется, разочаровываться нужно не в том, что произойдет именно во время выборов, а то, что может произойти после выборов. Да, вот, скажем, есть два сценария. Первый сценарий, который, скорее всего, возможен, это то, что ни одна партия не наберет большинство, да. В этом случае партиям придется заново садиться за стол и обговаривать следующее правительство. Опять же, из тех партий, которые сейчас имеют возможность выйти в парламент, да, это четыре, или неважно, пять партий, ни одна партия, скажем, не будет трудно, да, не будем говорить, что не сможет, но ни одной партии легко не будет создать правительство. Поэтому мы можем говорить о том, что продолжится этот политический кризис, да, и то, что происходит в Молдова-ГАЗ, что происходит в других, скажем, таких институтах власти, это последствия политического кризиса. Другой сценарий то, что будут лишь две партии, да, возможно, не такой сценарий, у одной партии будет большинство, другая будет в оппозиции. Но мы должны понимать, что это будет сильная оппозиция, потому что оппозиция 40-45%, это, неважно, кто это будет из партии, это будет достаточно сильная оппозиция. И у этой оппозиции будет возможность набрать за следующие, скажем, год достаточно хороший рейтинг, потому что в оппозиции в основном нужно критиковать, приносить доводы, что по отмыванию денег или там... в реальном сценарии, при котором только две партии пройдут в парламент. Я опять же говорю, в молдавской политике возможно все. Процентный барьер, он очень высокий. Процентному барьеру здесь еще не вернемся. Если бы сценарий 2001 года с экспертами рассматривается как один из реальных сценариев. Хотя он самый меньший процент имеет. Это фантастика, чтобы две партии только прошли. Я видел так называемые опросы, но это фантастика, это манипуляция. Мы берем два сценария, где проходит больше, и манипуляция, знаете что, это говорить верить опросам или не верить. Я вам как социолог говорю. Опросы, они всегда изучаются. Потому что у каждого есть своя выборка, своя методология. И если за 20 дней мы будем верить определенным цифрам, то тогда зачем нам выборы? Скажем, если показывают опросы, что походят 3, 4, 5 партий. Я вам напомню 2018 год, когда ситуация была одна, и произошли несколько событий, которые поменяли. В Молдове за всю политическую историю не было ни одного социологического вопроса, который бы показал бы хотя бы хотя бы положение партий. Я даже не говорю о том, какие у них приблизительные. Я точно помню барометр общественного мнения. Я уже сейчас не помню какая-то была компания. Я знаю про этот вопрос. Какая-то была компания, но они практически один в один совпали в том, что касается голосования с другой стороны. без диаспоры, потому что диаспоры никто не учитывает. Здесь, да, я возьму на себя скажем, ответственность немножко похвастаться. Мы провели первый в истории республики Молдовы экзитпол, который единственный на данный момент, который совпал почти, разница была 2%. Ян, давайте говорить предметно. Я, например, слежу за политической историей Румынии и Украины, начиная, наверное, с 96-го года. И Болгарии, кстати. Я хочу вам сказать, что во всех этих странах, на всех выборах, начиная именно вот с того конца 90-х годов, есть как минимум две социологические компании, как минимум две, а то и четыре уже в Украине, например, да, которые не то, что угадывают, а говорят просто с какой-то минимальной погрешностью. Но мы не то же самое, да. У нас такого не было никогда. Никогда не угадывают. То, о чем вы говорите, я знаю, о котором вы говорите, о просе, но там не угадали последнего, предпоследнего. Давайте согласиться с тем, что ян. Я еще проверю, но главное то, что первые пятеро и те, кто, как и процент был в 2%, секундочку, господин Михаилович, было в 2%. Вы говорите на Украине, в Румынии, я согласен, в Великобритании существуют компании, которые могут анализировать в течение одной недели. В Соединенных Штатах политики, если появляются в штате, делаются опросы. У нас ни одна компания, у нас не сертифицированы международными организациями, ни одна, абсолютно. Знаете, что такое сертификация? К тебе приходят в офис, например, к тебе были в офисе международные, не было их к тебе? Да. Были. У тебя есть люди, которые работают в территории? Да. Ты отвечаешь за это? Да. Я пройду завтра, проверю. Хорошо. Но у тебя их нет. Хорошо. Вы делаете телефонные и делаете интернетные. Экзитпол — это не телефонные. Только одна компания в Молдове делает опросы реальные в территории. Экзитпол, я повторяю еще раз. Экзитпол — это не телефонный или не интернетный. Экзитпол — это когда люди стоят в избирательных участках и там проверяют, как они делают, что они делают. Про Экзитпол ты говоришь, что я согласен, у тебя был хороший экзитпол, но в остальном, я смеююсь сказать, вот все вот эти опросы... Ян, дай сказать, пожалуйста. Господин Михаес. Ян, дай сказать что-нибудь, пожалуйста. Я вам даю сказать, но я еще... Дай сказать что-нибудь. Господин Михаес. Ваши опросы. Вас забанить невозможно. Ян, твои опросы фейковые. Самые реальные. Господин Михаес. Я отвечаю за свои свои. И опросы, которые были... Вчера господин делал... Как его? Пошла. Фейковые. Господин Михаес. Понимаешь? По-вашему, все опросы фейковые? Потому что, смотрите, если взять вот... Господин Михаес, а вы кто по профессии? Я юрист, но имею и магистров в политологии. Ага. А еще знание в чем? В социологии. Подождите. Подождите, господин Михаес. Я вам скажу один аргумент. Подождите. Вот когда вы сможете повторить наш результат по экзит-полу, когда вы повторите, вот тогда я с вами буду говорить... У вас был один опрос, да? У вас был один опрос. Мы уже опубликовали его. Нет, мы не опубликовали. Мы не опубликовали в последнее время социологический опрос. Эта компания, я, кстати, хотела узнать, не опубликовала. Давайте скажем так. Закрытые делают. Я вижу так. Две компании опубликовали опросы, да? Что они показывают? Показывают, что они хотят нам внушить сценарий, что проходят только две партии, возможно, три, да? Но вы понимаете, что это телефонный опрос. Вам любой человек скажет, когда по телефону тебе звонят, намного легче вообще отказать. Это есть люди, которые, во-первых, раздражают, что тебе кто-то звонит на твой личный мобильный телефон. Процент отказа очень большой. Всегда так. Второе. Человек может знать, что тебя знают по имени и фамилии. Нам лично, вот нашему главному бухгалтеру нашего телеканала позвонили, она участвовала так в опросе. Мобильный телефон, понимаете? Телефонная компания, возможно, говорит, что телефон там приписан к Сарата Галбину, а человек живет в Кишиневе. И поэтому абсолютно социологически неверная выборка. Они могут позвонить, извините за выражение, только тем, которые живут в Кишиневе, смотрят только ТВ-8, журнал ТВ. Конечно, у них будет результат. Одна партия. Господин Петруцин сделал все опросы, которые у нас были в президентских выборах. Господин Петруцин у себя опубликовал на сайте результаты опросов, результаты выборов. Никто не угадал, даже приблизительно. Например, даю пример Усатова. 3-4% получил 17. Не может объяснить, почему. Я могу вам объяснить. Я, кстати, по своему образованию социолог, это ровно тот же самый феномен, который был во времена партии коммунистов. Вы помните, 2010 год. Бывают моменты в истории, когда человеку стыдно говорить, что он голосует за ту или иную партию. Поэтому он скажет, он чувствует, он чувствует какой тренд в обществе. И поэтому человеку скажет, голосуй за партию власти. А на самом деле показывает дулю. А на самом деле показывает дулю. Я вернусь к вопросу. Я не то, чтобы защищаю ваши опросы. Нет, ни в коем случае. Смотрите, до дона давали 5%. Кто давал дону 51%? Вы сказали? Могу ответить? Кто давал 51%? Добавили же. Можем ответить? Да. Я очень рад познаниями господина Михаила Жевса в социологии, как юриста. Я еще раз... Одна реплика. Когда вы сможете повторить тот же результат, который мы и пока мы являемся единственной компанией, которая провела экзитпол в республике Молдова, прямым на выборах... Это был хороший экзитпол, я сказал. Я признал. Я был хороший экзитпол. Я его цитировал, между прочим, ваш экзитпол. Да, да. Возвращаемся к качеству. Возвращаемся к качеству. Да, вот вы говорите, в Великобритании или в других странах хорошие результаты. Почему у них есть эти результаты, и почему в республике Молдова нет? Во-первых, потому что в республике Молдова нет опыта. Во-вторых, потому что, опять же, проблема политиков, да, в том, и многих аналистов в том, что недооценивают ситуацию. Мы привыкли видеть, да, вот у нас один сценарий, скажите мне, как будет после выборов. Нет. И если вы будете рассматривать только один сценарий, вы проиграете. Любой политический аналист, да, или консультант, он рассматривает несколько сценариев, и он готов. Поэтому, если вы хотите действительно культурную политику, высокую, вы должны рассматривать, что в парламент проходит. Две партии, что в парламент проходит. Восемь партий. Об этом хотелось сказать несколько слов, если разрешите. Это то же самое, да, то, что по методологии, да, Хонда. Это хорошая методология. Но по поводу опыта, а в Украине что? Скажи, смотри. Украины достаточно большой опыт. Давайте поговорим о сценарий, да? Хорошо, почему там опыт есть, а у нас опыта нет? Во-первых, время. Во-вторых, финансирование. Эти социологические опросы, они достаточно дорогие. Вот, вот, они дорогие. И у нас, вместо того, чтобы заплатить хороший опрос, делают по телефону дешевый опрос. И он получается с большими... Конечно, никто не может сравниться с опросом, который делала в свое время демократическая партия, когда они 70 тысяч... В этот момент... Не было деревни в Молдове, в которую бы они не пришли и не задали вопрос, какая проблема самая главная, кто у вас самый популярный, кого вы ненавидите, кого вы любите и так далее и тому подобное. Это, безусловно, я думаю, любая партия могла не читать. Я вам напоминаю, Дадону две компании давали в первом туре победу на президентских. И он в это поверил, и он об этом говорил. Понимаете? Он терпел об этом вопросе. Он должен подать иск к этим социологическим компаниям. Часов до 11 ночи он был таким. Я, честно говоря, не знаю, какая компания может показывать победу, учитывая, что ни одна из компаний не замеряет диаспору. А на прошлых выборах диаспора показала такой результат, который никто вообще не ожидал. 250 тысяч, да? В этом году у нас может... И неизвестно, сколько выйдет сейчас. Да, неизвестно, сколько. Глава ЦИКа нам ответил. Добрый вечер. Нам необходимо проанализировать 40 страниц решения Высшей судебной палаты. Поэтому все объяснения и комментарии мы дадим завтра после консультации с Министерством иностранных дел. Посмотрим. Может быть, мы в четверг... Очень коротко я хочу по сценариям. Есть два основных сценария, да? Коротко, потому что у нас мало времени. Очень коротко, с моей точки зрения. Здесь, с моей точки зрения, проходят уверенно три проекта по тем опросам, которые были опубликованы. Между прочим, есть неопубликованные пару вопросов. Которым Вы не доверяете. Есть и неопубликованные пару вопросов, которые я видел. Слушайте, я хочу посмотреть после выборов, как будете Вы, социологи, отвечать на роду, оправдываться за те результаты, которые есть реальные, и которые Вы дали. Ну ладно, это уже... Я должен отвечать за всех социологов. Я готов даже отвечать за ту кампанию, которую вчера или сегодня опубликовала. Потому что я... По сценариям, если я разрешусь. Да, коротко у нас очень мало. Сценарий номер один. Проходят три проекта. Проходит ПАС на первом месте. Это безусловно. Наверное, все с этим согласны, что ПАС идет на первом месте. Второе место социалисты-коммунисты. Ну, скажем так, условно ПАС... Настолько большой отрыв Вы им даете? Условно ПАС 32-33%, условно коммунисты 23-25%, условно блок Усатова 11-15%. Я уверен, что вот эти три проекта проходят после выборов. Мне не будет смотреть Яну в глаза стыдно за то, что я сказал себе. А все остальные куда пойдут? Потом идет уже дальше разговор о том, будет ли или нет четвертый проект, который проходит. С моей точки зрения, есть две партии, у которых есть партия ШОР и есть партия АУР. Мое субъективное мнение, что эти партии стоят где-то возле 5-процентного барьера. И очень многое зависит, если они пройдут. Коротко, Ваш сценарий. Я не хочу перечислять партии, которые будут переходить. Я, например, думаю, что их будет 3 или 4. Которые пройдут? Скорее всего 4. Я уверен, что... Кто-то наберет большинство сам? Это было бы очень плохо для Молдовы. Мы все понимаем, о ком мы сейчас говорим. Но это было бы очень плохо. Почему плохо? Не потому, что у меня есть какое-то субъективное мнение в отношении руководства этой партии. Просто я, исходя из своего опыта, посмотрел, кто представляет эту партию, что они говорят. И мне было очень страшно, если эта партия наберет больше 50 мандатов в этом парламенте. Ну и Вы, как социолог, услышали два варианта. Какой Вам ближе? Ну, не то, что какой ближе. Один из сценариев, который, как я повторюсь, наиболее вероятный, что в парламент придут 3-4 партии. Здесь можно спорить, кто какие. И договориться... Договориться... Шансы одной из них набрать простой большинство. Очень малые. То есть у нас ждет кризис. С учетом диаспора. С учетом диаспора. Всегда берется и моделирование. Моделирование мало показано, скажем, в опросах. Но оно всегда учитывается. В любой стратегии, моделировании, диаспора... А полминуты у нас еще есть? Полминуты. 15 секунд. 15 секунд. Вы посмотрите лучше, кто будет у нас править правительство. У нас сегодня правительство. И посмотрите, 11 июля выборы. И правительство в лучшем случае, скорее всего, будет, если будет где-то в ноябре, в декабре. У нас почти год. Да, в ноябре, декабре. Подождите. Вы увидите. За секундочку. Мы входим в лето, когда парламент не работает. Да, могут быть чрезвычайные сессии. Но раньше сентября... Неужели вы не думаете, что они не смогут собраться в августе? Раньше сентября разговоры... Если договорятся в шарте... Раньше сентября разговоры о правительстве в парламенте даже не будут. Не будут достаточно выборов, потому что в Воронину будет невыгодно достаточно выбор проголосовать за любое правительство. Спасибо вам большое за этот анализ. Я вас жду в следующий четверг в 20.00. Сейчас следует, как обычно, выпуск с Ваней Абетс. После этого выпуск русских новостей с Юлией Абудич. Спокой ночи вам желаю. Спасибо.